Третья мировая война начнется 1 июля. Таков был план Черчилля, когда он задумывал немыслимое. Так назвали военную операцию британский Блицкрик против СССР. Его планировали по образу и подобию германского. Премьер Ее Величества в рамках антигитлеровской коалиции противостоял Третьему Рейху и произносил тосты в честь Сталина. И тут же подумывал, как сразу после капитуляции Германии пойдет войной на народ-победитель. Лиза Герсон подробнее. Активисты движения «Жизни черных» важны, когда писали на памятнике Черчиллю, что он расист, припомнили ему и высказывания о превосходстве англосаксонской расы, и оскорбления индусов как звериной нации, и ненависть к людям с узкими глазами. Но это не все. Не на словах, а на деле этот человек едва не развязал Третью мировую войну еще до окончания Второй. Атаку на СССР британский премьер-министр запланировал на 1 июля 1945 года. В национальных архивах Британии можно запросить серую папку с надписью на обложке «Россия – величайшая угроза для западной цивилизации». Внутри десятки документов, которые детально описывают подробности этого нападения. Документы британцы рассекретили в 1998-м. Среди историков они не произвели ажиотажа. То, как Черчилль относился к нашей стране, было известно. Писатель Джайлс Милтон лишь дополнил этими документами в своей последней книге уже сложившийся портрет. В конце Первой мировой Черчилль хотел использовать против Красной армии химическое оружие, которое было недавно изобретено. Он с самого начала был враждебен по отношению ко всему, что происходило в советской России. К концу Второй мировой Черчилль видел в России все того же врага. Изменились только его предпочтения в оружии. В 1919-м он хотел травить Красную армию газом, в 1945-м мечтал давить танками. Он планировал сражение с русскими в Восточной Европе, которое было бы сравнимо по масштабам и потерям с Курской битвой. Тысячи и тысячи танков должны были быть вовлечены в эту битву. В двух словах о цели сражения было сказано следующее – навязать СССР волю Запада. Эта операция называлась немыслимой, хотя обмысливал ее Черчилль во всех деталях. Он посчитал силы и сделал вывод, что Красная армия, хоть и устала, все равно всех сильнее. 264 советских дивизий против 103 британо-польско-американских. Союзники он готов был пригласить СС. Его генералы были против. Черчилль и Томпсон собираются использовать немецкие дивизии не только вермахта, а СС. Как? Как и ССовцы? Ведь у них руки по локоть в крови, и мы их будем использовать. Мы же всю пропаганду во время войны британцы вели за сотрудничество с Советским Союзом, за будущее мироустройства и так далее. А тут используем ССовские дивизии. На Ялтинской конференции в феврале 45-го СССР, США и Великобритания договорились о том, чтобы распустить все германские вооруженные силы. В июле Черчилль готов был взять их под свой флаг. Он не хотел допустить влияния Москвы в Восточной Европе, хотя и это тоже было оговорено в Ялте. В Ялте он поднимает тост за Сталина, ваше здоровье самое драгоценное для нас. Мы доверяем вам, надеемся, что вы доверяете нам. Вот это лицемерие, двуличие, когда нужно провокацию. И до сих пор ведь это то же самое. Вот этот дефендер, который эсминец британский, зашел в наши территориальные воды. Провокация. И чем это может грозить? Они же прекрасно понимают, это может грозить непоправимой катастрофой. Черчилль мечтал не просто отбросить нашу армию из Восточной Европы. Он планировал с воздуха разбомбить 20 советских городов. Москву, Ленинград, Баку. То, что это были города-герои, армия-герои и народ-герои, только что понесший нечеловеческие потери, этот моральный вопрос в бумагах Черчилля не обозначен. Беспокойство его вызывал только размер Красной Армии и холод нашей зимы. Впрочем, закончить операцию против СССР он надеялся за пару месяцев. Этот колокол в памяти 27-миллионной жертвы нашей страны появился в центре Лондона после 45-го года. Как и саму эту цифру, 27 миллионов уточнили позже. Но и в 45-м в Британии понимали, что Советский Союз потерял в этой войне в 60 раз больше людей. И что Советский Союз заслонил Британию от Гитлера. Это здесь обещали никогда не забывать, но Черчилль забыл сразу, едва уехал из Ялты. И операцию он назвал немыслимой не потому, что не мыслил так себе поступить, не хотел, не мог предать своих союзников, а потому что понимал, что на это у него никогда не хватит сил. В 2002-м актом парламента Черчилль был признан величайшим британцем в истории. Его мысли, в том числе и немыслимые, были рассекречены, но не были осуждены.